всем доброго дня я продолжаю рассказывать как я как я вязала свою мандалу сегодня наша встреча в записи так как неизвестно будет ли у меня вечером интернет так как мне немножко хочется дальше продолжить свое вязание придумывание то я вам рассказываю что я вяжу как я вяжу и конечно записываю весь процесс записываю столбиками чтоб в конце моего проекта у меня уже было описание и возможно схема мы остановились на том что я связала вот эти вот цвета охры цветочки да это не у меня кодовое название цветочки это были попкорн кукурузное зерно 4 таких лепестка кукурузное зерно из пяти столбиков между ними две воздушные петли и вот тут у меня были провязаны столбики без накида я закончила этот ряд и дальше следующий ряд у меня голубым цветом если мы вспомним мой эскиз то я хотела сделать вот такую необычную форму кто-то увидел тут сердечки я на по моему сердечки сказала нужно было их красным вязать ну мне почему-то вот увиделось это в виде маленького песика может быть собачки его такой красный язычок не знаю насколько это будет похоже когда я свяжу но мне хочется что-то какую-то такую необычную форму попробовать в общем я вязала вот этот следующий голубой ряд а потом вот эту часть я разделила так чтобы здесь тоже связать треугольничек у меня такой вот он светло-коричневый получился следующую часть я буду вязать столбиками с одним накидом и следующую часть вот здесь я буду вязать коричневым а над ней буду вязать черным так чтобы возможно здесь какую-то точку такую связать посмотрим как это все будет получаться и так рассказываю в этом месте я привязала нитку провязала 5 воздушных петель подъема и 1 2 3 4 5 6 столбиков с двумя накидами с общей вершины потом провязала 5 воздушных петель и следующий столбик прикрепилась столбиком без накида и вот такие раппорты я повторила по всему кругу то есть раппорт у нас вот один раппорт у меня должно быть таких 4 голубых вершины вот здесь я захватывала 1 2 по 2 столбика между цветками вот лепесточками 1 2 3 4 5 6 и потом петли подъема и прикрепляясь вот здесь столбиком без накида следующий ряд у меня провязан как бы перевернутыми это были перевернутые ракушки это обычные ракушки то есть я здесь вязала 6 столбиков с двумя накидами а на вершине прикреплялась столбиком без накида так как у меня нитка чуть-чуть толще то есть это ниточка оказалась у меня тоньше ириса в одну некрасиво значит 2 я вязала то я ничего здесь не прибавляла и вот сколько у меня получилось столбика в принципе я вижу что мне не стягивает но немножко как бы не очень ровно но когда она увлажнится она выровняется будет хорошо следующий ряд это столбики с одним накидом по кругу без всяких убавлений прибавлений давайте приложим посмотрим насколько я уместилась попала в свой эскиз в принципе я попала дня вот как раз следующий связать вот эти вот полу дуги такие вот эти полу дуги коричневым цветом а уже над ним я буду вязать один рядочек черным то есть вот вот эту штуку как-то мне нужно будет связать и давайте рассчитаем посчитаем сколько же мне нужно связать вот этих полу дуг и из каких столбиков так как у меня скажем между голубыми треугольничками находится коричневая группа и над ней нужно разместить 2 полу 2 полу дуги у меня получается раппорт 2 4 6 сейчас вот если считать столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 то есть у меня раппорт получается 7 столбиков вот тут помещается 7 столбиков значит будет здесь 3 3 а здесь будет скажем столбик без накида или глухая петля ну тогда здесь нужно глухую петлю если вот так считать это раппорт то есть как бы не хватает но в принципе мы можем уже немножко прибавить так как мы не прибавляли предыдущем ряду поэтому у нас будет раппорт глухая петля потом 3 полустолбика с накидом давайте попробуем то есть без накида низкого то вот полустолбика глухая петля и мне кажется у нас должна получиться вот такая вот дуга и так как у меня будет полу дуга не нужно поднять то я попробую связать таким образом полустолбик 2 столбика с накидом полустолбик и глухая петля петля то чтобы более выраженный такой у меня был полукруг глухая петля дальше вяжу полустолбик с накидом 2 столбика с накидом полустолбик и глухая петля сюда же потому что нам нужно как бы прибавить у нас не хватает места чтобы провязать именно четко вот над вот этой вот частью не таким образом мы будем провязывать по всему кругу раппорт и полустолбик с накидом 2 столбика с накидом полустолбик с накидом и глухая петля а уже дальше глухую петлю уже будем рядышком провязывать вот такая волнистая линия дальше мы ее будем обвязывать черной ниткой и так провязываем весь ряд вот такой волнистой линии повторяем вот наш раппорт довязала я ряд оранжевая нитка мне уже не нужно я ее обрезаю мы добавляем черную нитку и сейчас начнем вязать нам нужно провязать по контуру давайте провяжем за переднюю полупетлю столбиками без накида вот у меня уже третий столбик 4 и 5 столбик теперь мне нужно сюда провязать просто длинный столбик можно рельефным способом провязать а можно просто вколов на несколько рядов ниже вот там где столбик сделать вот таким образом только нужно подобрать величину чтобы она у нас и немного было не тянула и вот такой вот это этот прием из вязания ложного жаккарда когда мы вкалываем крючок на несколько рядов ниже дальше опять провязываем столбики без накида за переднюю полупетлю 1 2 3 4 и 5 и вот тут нам нужно связать вот такую черную полосочку из пышным столбиком внизу давайте мы сделаем таким образом я делаю три накида ввожу крючок вот прямо столбик средний раз два три в четвертый столбик вот сюда вернее над четвертым столбиком слишком не вытягиваем немножко раз вытянули еще раз захватывать этот столбик 2 и еще раз три можно 4 давайте попробуем 4 теперь провязываем не все нитки провязываем так чтобы 4 нитки осталось и теперь по 2 провязываем оставшиеся нитки то есть получается внизу у нас пышный столбик а верху просто столбик высокий столбик с тремя накидами дальше по за переднюю полупетлю по верху провязываем столбики без накида вот дошли до глухой и смотрите как симпатично получается да дальше мне просто нужно связать такую длинную вкалываю крючок там где у меня столбик без накида вот такую вытягивая нить но не сильно значит смотрите на глаз чтобы и не стягивала и не было очень большая это не . и дальше мы повторяем наш раппорт по кругу повторяем по всему ряду чтобы у нас получился такой интересный узорчик